С вашего позволения все-таки поговорю о тактике лечения, то есть мы договорились сегодня об этом не разговаривать, но все-таки о тактике лечения рака молочной железы. Так вот, это на самом деле моя любимая тема, это любимая группа пациентов. В свое время незабвенный мой учитель Кондратьев Владимир Борисович говорил, лечить рак молочной железы это все равно, что беседовать с красивой и умной женщиной. Это действительно искусство, как бы мы ни говорили, наука, искусство, я считаю, что медицина это искусство, основанное на профессионализме и на глубоких знаниях. Это очень интересная специальность, очень интересная область. Итак, на самом деле, я давно работаю и помню, когда вроде лечишь пациента, одинаковые пациенты с одинаковыми стадиями, и вдруг одна погибает очень быстро, а вторая почему-то живет долго-долго, делаешь ты все одинаково, все правильно, вроде как. Вот, потом уже с годами у нас появились всевозможные маркеры, мы увидели пациенток с HER2-позитивным раком молочной железы, и когда появился герцептин, вдруг мы увидели, что эти пациентки живут долго и хорошо. А еще, вы знаете, вот это была ситуация, когда мне хирург из операционной кричит, ты уверена, что там был рак? Я прооперировал, мастектомию сделал, а там вообще следов даже рака нет. То есть мы получили полный патоморфоз на HER2-позитивном раке молочной железы. Научились HER2-позитивных лечить, хорошие результаты стали получать, и вдруг опять выплыла следующая группа, следующая группа пациенток, которые протекают тяжело, плохо. Вроде и HER2 у них нет, а текут они агрессивно. Оказалось, что это вот так называемые пресловутые трипл-негативные раки, когда рецепторов эстрогенов, прогестеронов нет, когда HER2 негативный. На сегодняшний день именно эта группа пациенток является самой тяжелой. Я понимаю, что день уже к концу, и все устали, и спасибо всем, кто нас продолжает слушать. Я постараюсь коротко так вот, штрихами рассказать. Итак, у нас много препаратов, много линий терапии изобретено для лечения рака молочной железы. И на сегодняшний день, на первый план, я называю эту терапию модной иммунотерапией. Давно все мечтали иметь, лечить рак собственным иммунитетом. Ну, наконец-то мы дожили до этих времен, и в том числе многие солидные опухоли, в том числе и рак молочной железы, получил свою иммунотерапию. Итак, трижды негативный. Оказалось, что трижды негативный рак молочной железы характеризуется высокой частотой мутаций. И образование большого числа новых опухолевых антигенов происходит стимуляцией иммунного ответа. Что же явилось предпосылкой для развития иммунотерапии рака молочной железы? Мы лечили рак почки, меланому и иммунотерапию, но никак не рак молочной железы. Оказалось, что при эффективном иммунном ответе активированные Т-клетки перемещаются к опухоли и инфильтрируют ее. При трижды негативном раке молочной железы, в отличие от гормона позитивного, уровень инфильтрирующих опухоли лимфоцитов значимо выше. И инфильтрация опухоли лимфоцитами определяет лучший прогноз при трижды негативном раке молочной железы. Увеличение уровня инфильтрации лимфоцитами стромы опухоли на каждые 10% определяет снижение риска смерти и снижение риска отдаленных метастазов, соответственно, риска смерти или прогрессирования. Оказалось еще, что экспрессия PD-L1 на клетках опухоли и микроокружения подавляет противопухолевый эффект. И вот экспрессия этого PD-L1 выявлена в почти 20% случаев раннего трижды негативного рака молочной железы и в третьих случаях при трижды негативном метастатическом раке молочной железы. Оказалось, что экспрессия PD-L1 на иммунных клетках определяет также лучший прогноз. Но единый порог экспрессии при трижды негативном раке пока не определен. В клинических исследованиях получили очень большие цифры полного и частичного ответа при терапии отезолизумабом. Получили высокое время до прогрессирования и длительный ответ при терапии отезолизумабом. Это слайды, демонстрирующие данные исследования. Ну и, соответственно, появилось желание отезолизумаб комбинировать с химиотерапией. Синергичный эффект химиотерапии и анти-PD-L препарата существует. Он снижает активность Т-клеток, увеличивает презентацию антигенов на опухолевых клетках. И химиотерапия увеличивает саму по себе экспрессию PD-L1 на опухолевых клетках и инфильтрацию опухоли, опять же, Т-клетками. Комбинация химиотерапии и анти-PD-L1 препаратов высокая непосредственная эффективность при метастатическом раке молочной железы, длительный ответ и существенное увеличение общей выживаемости именно при метастатической форме, более эффективны в ранних линиях терапии и удовлетворительная переносимость. На самом деле все новые препараты, как правило, исследуются в более поздних линиях, а тогда, когда они показывают хорошую эффективность, то все они рвутся в первую линию. И мы, естественно, знаем уже, что вся наилучшая эффективность, наилучших результатов мы можем добиться именно тогда, когда мы добиваемся наилучших результатов в первой линии, когда еще не залечен пациент. То есть нам нужно получить максимальный эффект на первой линии. Поэтому мы сейчас стремимся, естественно, применить препараты в первой линии, самые эффективные, Потому что все, что будет потом, это будет поддерживающая терапия. На сегодняшний день ведутся исследования третьей фазы уже применения антипидиэль препаратов в комбинации с химиотерапией при метастатическом и при неоадювантном режиме рака молочной железы, куда уж раньше, то есть самое начало. Дальше идет демонстрация исследования. Я здесь тоже несколько акцентов сделаю. Исследовалось две группы пациентов. В одной они получали терапию отеза плюс напоклитоксел, а в другой плацебо плюс напоклитоксел. То есть не было голого лечения. Пациентка в любом случае получала какую-то терапию. Но на что нужно обратить внимание? Я уже говорила в своей первой презентации, почему был выбран именно напоклитоксел. Потому что в отличие от паклитоксела, напоклитоксел не требует введения глюкокортикостероидов в качестве премедикации. Запомните, отеза лизумаб не должен, пациентка, получающая отеза, не должна в качестве премедикации получать глюкокортикоиды. Поэтому напоклитоксел в сравнении с отеза лизумабом. Еще раз акцент на том, что мы не можем сами выдумывать схему. Вот существует схема напоклитоксел плюс отеза лизумаб. Это не равно поклитоксел плюс отеза. Эффективность одинаковая оказалась. Дозы были выбраны все необходимые. Все получилось. Эффективность, длительность лечения и сам по себе эффект получился такой же, как при паклитокселе. Мы не снизили эффективность отеза лизумаба. В исследовании участвовало больше 200 человек. Получили почти 2 месяца преимущества медиальной времени без прогрессирования при добавлении отеза к напоклитокселу у пациентов без ПДЛ. А в популяции ПДЛ, имеющей экспрессию ПДЛ-1, преимущественное время без прогрессирования было более выражено по сравнению с нативной 2,5 месяца. Здесь показаны группы пациентов, которые получали это лечение. То есть метастатические пациенты с метастазами в печени, имеющие лечение токсанами на предшествующих линиях. И статус ПДЛ-1 были в этой группе факторами стратификации. Так вот, оказалось, что максимальное преимущественное время без прогрессирования наблюдалось как раз в ПДЛ-позитивной группе. Хотя отеза лизумаб также оказывал время без прогрессирования и в группе, которая не имела вот этой экспрессии. То есть лучше он работает, если есть экспрессия ПДЛ-1, но работает даже, когда ее и нет. То есть большой ошибки не будет. Более выраженные и длительные ответы наблюдались в группе, опять же, пациентов, которые получали напоклитоксил плюс отеза лизумаб. Но полных ответов больше наблюдалось в группе отеза плюс напоклитоксил. Безопасность. Что нас всегда интересует? Мы хотим получить ответ, но какой ценой? То есть можно получить... Я видела такой... Вернее, моя пациентка, я передала ее в другую клинику. Мы получили великолепный, шикарный эффект. Вся опухоль женщины была усыпана внутрикожными метастазами, страдала очень. Она получила шикарное лечение, шикарный ответ. Все метастазы купировались, только это произошло ценой ее жизни. Прожила она еще два месяца в реанимации. Поэтому нас всегда интересует... Да. Но нас всегда интересует, конечно, какой ценой мы получаем противоопухолевый эффект. Первое, что интересует, когда нам рассказывают про новые препараты, какие осложнения мы ожидаем от них. Но оказалось, что данные по безопасности и переносимости не отличались от предыдущих исследований. Применение отеза при других локализациях новых сигналов по безопасности не было обнаружено. И из-за отеза лизумаба не пришлось редуцировать дозы на паклитоксела. И нежелательные явления... Вот мы привыкли, что у нас есть нежелательные явления четырех степеней, а при иммунотерапии пять степеней. Пятая степень тяжести, связанная с лечением, такие как аутоиммунный гепатит, воспаление слизистой оболочки с летальным исходом, септический шок по одному было. То есть один в группе отеза плюс напаклитоксел, и один в печёночной недостаточности в группе плацебо плюс напаклитоксел. То есть там явно не за счёт отеза лизумаба, не за счёт иммунотерапии. Это к вопросу... Потому что 900 человек пролечено, два-три тяжёлых нежелательных явления, и ради них клинику строить не стоит. То есть это как бы... Цена не очень дорогая, особенно если научиться. Сейчас уже разработаны стандарты по лечению иммуноопосредованных нежелательных явлений. Ну и наиболее нежелательные явления были распространённые в целом, схожи между обеими группами. Наиболее распространённые третьи и четвёртые степени, вот те, которые волнуют всегда, да, химиотерапевта, были нейтропения, периферическая невропатия, утовляемость, анемия, то, о чём вам сегодня рассказывал Максим Иванович, то, с чем мы умеем работать и знаем, что с ними делать. Вот. Ну и нежелательные явления третьей и четвёртой степени были на 2% выше в группе отеза плюс напоклитоксил, включая периферическую нейропатию. Ну и основные выводы, которые были сделаны из данного исследования, это было первое исследование третьей фазы в данном контексте. Профиль соотношения пользы и риска отеза лизумаба и напоклитоксила подтверждает изменения в практике применения первой линии, первой линии трежды негативного рака молочной железы, но изучение биомаркёров, таких как PD-L1 на иммунных клетках должно выполняться в качестве стандартной процедуры. Это, опять же, смотрите рекомендации. Если они даны по определению в данной группе пациентов при данной локализации тех, лучше выполнять, а не лечить по старинке, потому что в данном случае можно... Это я к вопросу о тех же экспертизах. Когда мы лечим, лечим, а мы всегда так лечили. А вот сейчас новая терапия появилась. И вы лечите, может быть, и правильно, но если бы вы сделали вот это вот исследование, то у вас бы наверняка возникла мысль о другом лечении. И на сегодняшний день исследования в использовании отезолизумаба с другой химиотерапией продолжаются в неодювантном и в адювантном уже режиме раннего трежды негативного рака молочной железы. Готовьтесь. Ну, и он включен во всевозможные наши рекомендации. Показаниями для его применения является комбинированная терапия неоперабельного на сегодняшний день местного, страненного или метастатического. Я надеюсь, вы понимаете разницу между этими терминами. Трипл негативного рака молочной железы у взрослых, то есть он не зарегистрирован у детей. Неоперабельный местно-растраненный или метастатический тройной негативный в первой линии терапии в комбинации с НАППО-клитокселом при наличии экспрессии PD-L1 более 1%. Разные цифры существуют. PD-L нужно смотреть. При разных локализациях разные цифры. Здесь достаточно 1%. Существует три режима введения, поэтому всегда нужно обращать внимание на ту дозу, которая рекомендована, и на тот режим, который должен быть соблюден у данной пациентки. Вы не можете ввести дозу 1680 мг на раз в две недели, например. Входит во всевозможные рекомендации в русско-аор, в наши в том числе. Данная схема. Существует инструкция. Читайте, пожалуйста. Как правильно вводить? Несложно. Учитесь вводить, учитесь ловить осложнения, учитесь разговаривать с пациентом. Спасибо большое. Спасибо.